Женя Шлинков, наш ведущий разработчик, расскажет, как он научил Марту контролировать в нашем сфере. Здравствуйте, коллеги! Все те, кто остались и не уходит. Сегодня я вам расскажу про секретные разработки, про контроль времени. Сейчас мне все включат. И про то, как научить Марту контролировать ваших сотрудников. Среди тех, кто сегодня в зале есть, руководители. Это будет очень интересно вам послушать. Все вы знаете, что учет рабочего времени это не очень простая задача. Если у вас большая компания, то следить очень сложно. Если у вас удаленные есть сотрудники, это практически вообще невозможно за тем, когда работают ваши сотрудники и что они делают. Сотрудники бывают разные. Одни приходят на работу и выполняют добросовестную свою работу. Другие приходят и ждут, пока закончится рабочее время и поскорее убегут. Как вы знаете, у нас в Битрикс есть модуль учета рабочего времени. И по сути он сейчас работает как электронная проходная. Сотрудник приходит на рабочее место, начинает рабочий день, работает, завершает рабочий день и уходит домой. Но у этой системы есть одна маленькая вещь, которая всех не нравится. Никто не знает, что происходит между этими двумя точками. Как бывает по факту. Сотрудник приходит на рабочее место, начинает рабочий день, открывает десяток разных вкладок браузера. Если это контролируется, он берет просто мобильный телефон, вложит на клавиатуру и читает новости, изучает всякие интересные вещи, которые произошли за ночь. И совершенно не работает. По глобальной статистике взрослый человек проводит практически 6 часов в мобильном приложении. Это YouTube, новостные ленты и так далее. Давайте посмотрим, на что он тратит вообще в свои 24 часа. Девять часов человек спит, просыпается, завтракает. Один час он едет за рулем на работу. Восемь часов он проводит на работе. Один час он проводит по дороге домой. Три часа проводит с семьей. И по факту у него остается всего два часа свободного времени. Не шесть, а два. Это значит, что четыре часа он либо не досыпает, что вряд ли, либо меньше проводит времени с семьей, что тоже очень сомнительно. Скорее всего, он тратит это время вот здесь, на работе. Давайте я вам расскажу, как можно химичить с рабочим временем, как манипулировать. Вы, конечно, сейчас все перестанете это слушать, но это очень важно. Первый пункт — это фактическое отсутствие на рабочем месте. Сотрудник может прийти на работу, начать рабочий день, а потом спокойно пойти покушать, может пойти потом в магазин, решать какие-то свои рабочие вопросы. Если у вас большая компания, вы просто этого не увидите. Вы же не следите за каждым из своих сотни сотрудников. Второе — это манипуляция с началом и окончанием рабочего времени. Давайте представим такую ситуацию. Ваш руководитель приходит на работу в 10. Вы спокойно приходите, знаете, что он будет в 10, и в 9 часов из дома начинаете рабочий день. К тому моменту, когда вы придете на рабочее место, вы успеете до того момента, когда придет ваш руководитель, и он будет думать, как бы, человек есть на месте, он работает. То же самое можно манипулировать с окончанием рабочего времени. Если вы уйдете на 15-30 минут раньше, руководитель, скорее всего, даже не заметит, что вы это сделали раньше. Пункт номер три — это работа из дома, в том числе работа удаленных сотрудников. Ну, разные бывают ситуации. Например, у сотрудника заболел ребенок, или приедут грузчики. Все вы знаете, что грузчики приезжают, когда они хотят, а не когда вам нужно. И вы таки договорились с руководителем, руководитель идет вам навстречу, отпускает вас домой, и тут открывается целый кладезь манипуляций. Сотрудник просыпается в 8 утра, начинает рабочий день и идет спать до 10. Ему повезет, если за это время никто ему ничего не напишет, не дернет. Но если даже не повезет, и ему напишут, он всегда может сослаться на то, что мессенджер глючил, я не видел это сообщение, давайте сейчас разбираться уже по факту. Сотрудник может спокойно решать домашние дела, при этом создавая видимость работы. Он может даже закрыть рабочий день вечером в часов 10, покажет своему руководителю, что он работал 12 часов, трудоголик, молодец, а по факту даже часа не провел за компьютером. Пункт номер 4. Это неосознанная трата времени сотрудникам. Сотрудник может быть хороший, он даже не планирует как-то манипулировать с временем или обманывать компанию, но по факту он может три раза пойти в курилку, несколько раз поговорить с коллегами на отвлеченные темы и просто не понимать, что он как бы время-то рабочее тратит. И пункт номер 4. Самый простой для решения. Можно с ним поговорить и все будет хорошо. Как вы видите, очень много есть проблем и как можно манипулировать. И что мы с этим будем делать и как мы хотим это все решать. Сегодня я вам представлю новый инструмент. Это инструмент контроля времени в рамках модуля учета рабочего времени. И партнеры смогут использовать его уже сейчас. Без интерфейсов, через REST. Сергей Востриков не даст соврать. Все хорошо. Давайте расскажу, как он работает. Этот инструмент включает как существующие метрики, которые уже были. Это начало и окончание рабочего дня. Так и добавляет новые. Вот одна из них, которая уже была. Это факт начала, приостановки и продолжения рабочего дня. Когда сотрудник начинает рабочий день с терминала, авторизации или с браузера, мы фиксируем, что он начал рабочий день, время и IP-адрес, откуда это было. Поэтому мы можем понять, с рабочего места он начинал или из дома. Пункт номер два. Факт отсутствия постоянного соединения с BITX24. Сотрудник может начать рабочий день из дома и поехать на работу. Соответственно, компьютер он выключит, телефон он выключит и будет ехать. Мы это зафиксируем, что он сейчас не находится ни в браузере, у него не запущено десктоп-приложение, и отразим это в отчете. Пункт номер три. Факт отсутствия активности за компьютером. Сотрудник начал рабочий день, работает, а потом встает из-за компьютера и уходит. Соответственно, он не нажимает никакие клавиши, не двигает мыши. Все это мы можем затрекать и написать в отчете. Соответственно, через 10 минут после того, как он отошел, мы автоматически отправляем эту метрику на сервер с помощью десктоп-приложения, и по возвращению мы сразу же фиксируем о том, что он вернулся. И сотрудника встретит вот такое нарядное окно. Этого персонажа вы знаете, это Марта. Она спросит у сотрудника, расскажи, а чем ты занимался это время, когда ты отсутствовал? И сотрудник должен будет указать, решал ли он рабочие вопросы или отходил по личным делам. Если он решал рабочие вопросы, ну, например, разговаривал с клиентом по телефону или рисовал какие-то графики, он указывает, я делал тот, тот, тот. Если он отходил по личным делам, то он, в принципе, может не указывать, чем занимался, но может и указать, что я уходил, ничего не делал. Сотрудник может занести это отсутствие в календарь, и тогда у него после окончания рабочей недели автоматически сгенерируется рабочий отчет. Если это отсутствие возникало во время какой-то встречи у вас в календаре, допустим, сотрудник указывает, что он будет на таком-то митинге, то ему это сообщение не покажется, и автоматически в отчете будет фигурировать та информация о том, что он был где-то на встрече. Почему через 15 минут он сейчас будет всплывать? Тут я зачитаю. Согласно статьям 107 и 109 ТК РФ, а также Санпина 222-24-13-40-03 и типовой инструкции ТОРИ-Р 45-08-4-01, в случае творческой работы за компьютером сотрудник должен делать перерыв на 15 минут. Через каждый трудовой час. И этот час считается трудовым временем, и работодатель должен его оплачивать. Право на перерыв появляется через полтора часа от начала рабочей смены и через полтора-два часа после обеда. Если сотрудник в течение дня не использовал свои перерывы, это не значит, что он в конце дня может уйти на час раньше. Давайте расскажу про пример тестовой эксплуатации. Этот инструмент у нас уже в течение есть полугода. Мы дали нескольким крупным компаниям попробовать его. собирали фидбэк и составляли определенные кейсы, когда люди очень много всяких новых интересных моментов мы узнали. Все мы это доработали, учитывали. И давайте я расскажу про одни из самых популярных. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Здесь видно, что сотрудник по таймену, молодец такой, работал 9 часов 18 минут. А по факту, если посмотреть на все метрики, которые здесь указаны, то, что он вручную ставил перерыв, то, что мы автоматически зафиксировали, он не работал даже минуты. А по факту мы бы ему заплатили за то, что он был работал. Второй пример. Сотрудник работал с 10 до 5. По табелю это 7 часов 26 минут. А по факту в обед как ушел, так и не вернулся. А потом с мобильного телефона он просто указал, что я завершаю рабочий день. И тем самым он не доработал 4 часа. Еще один кейс. Сотрудник начал в 7.43. Как видите, здесь написано красным IP-адрес. Это значит, что он открыл рабочий день не из офиса. Это косвенно подтверждает то, что у него был выключенный десктоп в этот момент. И пришел он на работу в 9.05, запустил компьютер. И по факту он не работал полтора часа своего рабочего времени. Тут прекрасно будет цитата Грега Хаоса в «Seal Good». Поверьте, после того, как этот инструмент вы активируете, вы, возможно, много узнаете про своих сотрудников. Что мы планируем сделать дальше? Мы планируем учитывать факт использования программ и интернет-страниц. Все программы и страницы в итоге будут попадать в отчет в три зоны. Первая — по работе. Ну, например, если вы в программе Bitrix24 какой-нибудь, либо в почте, либо открыли Microsoft Word, это все зеленая зона. Это помогает работе. Есть нейтральные — это Facebook и YouTube. Потому что на Facebook и YouTube вы можете как работать, так и отдыхать. Это зависит от того, чем занимается сотрудник. И, соответственно, вредные программы. Ну, это новостные ленты какие-нибудь или игры. Тоже популярны всякая вещь. Сейчас это нет. Планируем в ближайшие полгода, наверное, реализовать. И это будет доступно как часть этого инструмента. Основная цель инструмента, вот то, что мы сейчас сделали, это не наказать сотрудника, как могло бы казаться. Это возможность дать руководителю, возможность отслеживать такие моменты и принимать какие-то управленческие решения, чтобы исправить эту ситуацию. Найти сотрудника, который тянет всю команду вниз и, соответственно, вовремя это все исправить. Ну и теперь перейдем к тому, ради чего вы здесь все собрались. Я вам расскажу, как активировать этот инструмент и когда это будет доступно. Этот инструмент уже доступен на всех Bittrex 24. По умолчанию он выключен. Он также доступен во всех коробочных версиях. Все обновления уже выпущены. И документация доступна по адресу. В нашей документации можете ее почитать, изучить. Там все очень понятно. Примерно вот такой отчет вы сможете себе сделать с помощью ТОАПИ. Соответственно, если это руководитель, он будет видеть отделы сотрудников своих, будет смотреть отчет за какой-то месяц за какого-то сотрудника. Там будет написано, когда он начал рабочий день, когда он отошел, когда был запущен десктоп, когда был выключен десктоп, работает он из дома или из офиса и так далее. Что вам потребуется? Вам, во-первых, потребуется ее активировать. По умолчанию сейчас этот инструмент выключен, он не собирает никакой информации, и вам нужно будет это сделать. В этом это REST метод, TimeMan, TimeControl, SightingSet. Основные пункты — это доступность инструмента контроля времени, вообще собирает он это данные или нет, и у кого запрашивать отчет. По умолчанию сейчас отчет выключен у всех. Вы можете включить, данные будут собираться, просто не будет выскакивать вот это нарядное окошко с Мартой. А потом, когда вы видите, что у какого-то сотрудника есть какие-то проблемы, конкретно для него включать индивидуально, чтобы не травмировать сразу всю компанию. Вот этот метод get, это он получает уже текущее значение, которое вы указывали. Также вскользь я уже упоминал о том, что вы можете понять, из какой подсети пользователь открывал рабочий день или закрывал. Чтобы вам не надо было запоминать все эти цифры, где он находится и так далее, из офиса или нет, мы сделали API в TimeMan, чтобы можно было указать эти подсетки. По умолчанию, для коробочных версий мы выпустили самые популярные сетки, это 10, 172, 192, 168. Для B324 они актуальны, вы должны будете указать свой API-атрис, с помощью которого вы постучились на B24, и он будет помечен как офисный. Дальше уже подходим непосредственно к построению отчета, сам, как он будет выглядеть. Нужно будет запросить настройки пользователя, там будет написано, активирован ли этот инструмент вообще, администратор ли это, руководитель, если это руководитель, будут указаны подразделения, которым он управляет, время, через которое будет всплывать марта, и какой тип отображения требуется для этого интерфейса. Существует три вида отображения, это руководитель, расширенный отчет и краткий. То есть вы сотрудникам можете показывать, что ты вот плохо работаешь, но без детализации, показать, что он фактически отработал там 4 часа, но не будет написано, в какие моменты он нарушал. Это simple. Фол будет больше информации, но и руководитель видит полностью. Если вы руководитель, вам нужно будет еще запросить своих подчиненных, которые относятся, чтобы вы могли, к вашему подразделению, чтобы вы могли построить по ним отчет. Это вы можете сделать с помощью метода time-end, time-control, reports, user-get. Когда вы будете строить отчет, не обязательно выполнять все эти команды одна за другим. Вы можете использовать B24 call-batch и выполнить все это за один раз. Ну и самый главный метод – это time-end, time-control, reports, get, который по конкретному пользователю будет формировать отчет. Здесь вы увидите конкретный день, когда человек начал рабочий день, когда он его завершил, продолжительность, сколько времени утекло по разным причинам и так далее. И непосредственно сами записи. Рабочий день начался и так далее. Все подробно написано в документации. Вы сможете все это узнать. Спасибо, внимание. Очень надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Если у вас будут вопросы. Сколько разработчиков уволили после внедрения твоего инструмента? Это секретная информация. Не могу ее делиться. Ладно, вопросы, Жень. Но реально после того, как внедрили, руководители подразделений, которые пользовались этим инструментом, говорили, что очень позитивная динамика в плане от вы него от работы. Теперь как все на ладони? Все хорошо? Окей, вопросы. Рад ответить. Короткий вопрос совершенно. Десктоп подразумевается именно приложение десктопа? Да, да. И разделяться будет в отчете мобильный и десктоп? То есть где он с мобильного это делал, где он с десктопа делал? Я упустил один важный момент. Мы сейчас говорим про вот этот инструмент, сделан для тех, чья непосредственная работа является работа за компьютером. Не мобильный, те, которые ходят в поля и так далее. Это отдельная категория. Мы пока ее даже не начинали. А сотрудник, который находится на рабочем месте, у него просто должен быть запущен десктоп, и тогда вы сможете детально смотреть, когда он отходил. Если он заблокирует компьютер, там венейль или свернет на маке, это моментально будет уходить. Без задержки 10 минут, а сразу же. Еще один важный момент, что мы не собираем данные о нажатых клавишах, карты, мыши. Мы запрашиваем операционной системы, а пользуется он ей или нет. Если операционная система говорит, не пользуется, значит он отошел. Еще. Сергей, в студии сети в городе Новосибирск. Два вопроса буквально. Первый вопрос. Если он включил из дома, потом он включил приложение и поехал. Мы не учитываем, по этой причине мы не учитываем сейчас мобильное приложение. То, что он его откроет, ни на что не повлияет. Хорошо. У нас будет зафиксировано, что он открыл рабочий день из дома, будет IP-адрес красным. Он придет на работу, мы высчитаем, что человек будет оффлайн. Мы вот это все посчитаем. И второй вопрос. Как быть с модулем, дополнениями для Google Chrome и тому прочее, который тупо обновляет страницу? Ну, обновление страниц... Есть опыт. Опыт есть. Ну, вот много умных людей, я поэтому и говорю. Цепочку взять, я на популяторе буду. Если у вас будет запущен десктоп, то обновление для Google Chrome ничего не повлияет, потому что десктоп скажет, что у вас нет. Можно писать простую программу, которую можно делать. Конечно, но... Можно очень много хаков придумать. Нет, слушай, на любую систему, абсолютно любую, можно обойти. Эта система отлавливает прям очень много уже людей, которые вот этим сейчас не будут заморачиваться. А те, которые будут заморачиваться, уже у руководителя увидят, что ну... Кроме вот этого же есть еще результаты, KPI. Это больше, знаешь, когда вот ты смотришь, вроде работе, целый день на работе, да? А что-то как-то там, чатов мало обработал, что-то как-то работа не очень много выполнено за неделю. Смотришь, а его не было, наверное, в очень месте. Когда ему этим заниматься? Вот это больше для таких кейсов. Давай еще. Вопрос такой. Я правильно понимаю, что вы оценили маркетинговые риски со своей стороны, что вы готовы услышать всю эту критику, что вы, по сути, делаете трояно, видите, Bittrex 24 десктоп-приложение, который не собирает ничего, ну, только заголовки там, немножко еще хуков, там вроде отлавливания клавиш и локов, и вы будете прямо идти вот против волны всего этого движения за privacy. Ну, окей, там, да, у корпоратов свои правила, но вы, в принципе, вот с этим анонсом вы готовы вот к такому, к волне хейта, да, вот по этому поводу? Хороший вопрос. Ну, начнем с того, что нас и так постоянно в этом обвиняют. Во-вторых, мы этот инструмент по умолчению выключили, ни одной метрики не включено, и исходные коды… И исходный код доступен, вы можете посмотреть, что действительно они не записываются. Чтобы вы включили, это, кстати, разрешено ТК РФ, вы имеете право контролировать ваших сотрудников. Вы им даете бумажку, говорите, вас снимают камеры, вас фиксируют софт автоматической фиксации. Все, перед законом вы чисты, а с нашей стороны мы инструменты. А включаете вы. Дальше. Я… Вы предварительно анонсировали то, что будет разбор именно трафика, который просматривают пользователи там, сайты и всего остального. У нас была проба внедрения такой системы, подобной по поводу учета времени и вообще работы персонала. Там было раньше градация очень хорошая, то есть каждый сайт ты мог сам пометить, правильный он, неправильный, и для группы разработчиков. Только руководитель. Руководитель может это пометить. Не сотрудник, каждый скажет, что YouTube для меня хорошо. И для каждого отдела по отдельности. Да. В принципе, да? Да, мы планируем сделать гибкую настройку и руководитель может для своего отдела сказать, что вот это вот хорошо. Ну, допустим, SMM, да? Для него же Facebook хорошо, значит для него хорошо. А для других это плохо. Мы столкнулись, потому что мы когда интегрировали, была эта настройка, потом разработчики отключили эту настройку и получилось то, что вот это вот общее, то есть то, что соцсети это плохо у нас сразу. Это важная метрика, вы сможете настроить. Мы дадим предустановленные настройки, а дальше, ну, пока это, это пока в разработке, это на следующий год. Пока только вот контроль времени, отсутствие на рабочем месте. Сейчас, еще, ой, еще вопрос. Олег, вот в том углу еще. У меня два вопроса. Вопрос номер один. Можно ли вместо этой красивой игривой Марты поставить дружелюбное фото директора, который будет спрашивать еще более дружелюбным выражением лица? Дорогой, а где ты был? Мы так волновались. Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот эта штука вся включается, то есть если, например, для сотрудника нет такой опции, ну, не включает рабочий день, можно поставить просто для сбора информации о том, как сотрудники работают? Я понял. То есть для сотрудников, которые не включают учет рабочего времени, не обязаны начинать рабочий день и заканчивать? Отвечу сначала на второй, потом на первый. Мы, если сотрудник не начал рабочий день или его завершил, мы автоматически отключаем все срежение за пользователя. Это сделано специально, потому что, ну, он может взять ноутбук домой, а мы не можем дома за ним следить. Если он дома начал рабочий день, то по закону, по ТК РФ мы можем за ним это смотреть. Если он не начал рабочий день, ну, извините. Поэтому по второму вопросу нет, к сожалению. По первому вопросу мы обсуждали, но тогда весь негатив будет на руководителя, а не на Марту. Так вот, знаете, ох, эта Марта вылезла, не успел я сбегать. А так будет на вас. Ну, мы подумаем надо стройкой, чтобы можно было фотографию поставить. Еще вопрос. Удалось заметить, как изменилась мотивация самих сотрудников? Как-то встрепенулись о него, что-то действительно я там фигней страдал, надо работать. Или наоборот, они еще больше зажались от того, что вот нас тут кабалят прям уже совсем по жесткому. Ну, вообще зависит очень сильно от сотрудников. Часть сотрудников некоторым, она вообще помогает. Например, ходят постоянно на какие-то встречи, его там никуда не зовут, а он ходит на встречи и не знает, куда девается день. А так у него Марта всплывает, он пишет, был на встрече такой-то. И он себе организовал прямо такую туду, и потом в конце недели прямо отчетик автоматически сгенерировался, чем он занимался. Красота. Другие сотрудники, которые в принципе не понимают, но это не мотиватор, это больше их будет пинать, они такие, ну у них даже, тех, которые прям плохо к этому относились, вот вообще им это, сильно улучшилась производительность, они больше начали выдавать продукты и, соответственно, работать, какие-то выполнять вещи. Не, ну конечно есть, вот про то, что вы сказали, что затягивают нам вот эти вот все пояса, но, во-первых, можно включать индивидуально, не всей компании, а индивидуально на тех людей, которые это делают. Ну, все с пониманием относятся, но в основном вот те включили на какие-то прям отделы, не на конкретно, а прямо на отдел. Часть людей, да, им не понравилось, но они со временем к этому приходят, и если он не нарушает, вообще никаких проблем нет. Вы не поверите, 15 минут — это целая вселенная. Для разработчиков. Спасибо, Женя. Спасибо. Еще вопросы есть? Ну, последний тогда. Можно вместо Марта джигурду поставить? Вот спрашивали, добавим. Возможность смены. Вопрос такой, а где всплывает Марта? Можно ли ее просто проигнорировать и ничего ей не ответить? Марта всплывает на компьютере. Она всплывает модальным окном, его нельзя закрыть, она закрывает две трети монитора, поэтому… Открыл он диспетчер задачи, завершил… Все. Уже у сотрудника в его отчете, который видит руководитель, уже написано, что он в это время занимался личными делами. Если сотрудник не укажет, что он работал, будет, что это время он работал бесплатно и будет дорабатывать рабочий день. Не прокатит? Нет? Вот это вот. Все сохранено на сервер и время пользователя не играет роли. Спасибо, Женя, спасибо, коллеги. Спасибо. Техпоток мы закрываем. Спасибо, да. У нас еще будет два доклада в главном зале. Спасибо. Продолжение следует...